Почему Москва стала столицей? Оправдан ли рост Москвы за счет так называемого типового строительства? Сколько копий сломано о том, как плохо построены хрущевки? Какие нелепые дома строились в эпоху застоя? Давайте вдумаемся в то, зачем это делалось и что явилась причиной так называемой типовой застройки Москвы. И вообще надо ли было расширять Москву и какое это все имеет смысл? Хрущевка. Что греха таить? Не очень красивые небольшие дома, местами выполненные, возможно, с какими-то нарушениями технологий, несколько тесные, совмещенные с санузлом. Но мы много еще можем как покритиковать дома 50-х годов. И тем не менее зададимся вопросом, а что это вообще за явление вот эти самые пятиэтажные блочные дома? С учетом того, как росла и развивалась Москва в послевоенную эпоху, безусловно, жилищный вопрос это один из существенных вопросов, который стоял на повестке дня развития Москвы и московского региона. Кроме того, эпоха, в которой запускаются спутники и космические корабли, безусловно, требовала совершенно другого подхода к бытовым нуждам граждан, к вопросу того, в каких условиях люди должны жить, как они должны жить, что это за дома. Конечно, необходимо было уже в это время переселять людей из подвалов, из коммунальных квартир. Необходимо было создать хотя бы самое элементарное удобство. И именно с целью решения этих проблем, достижения этих целей в 1954 году в МОДГоросполкоме была создана единая строительная организация, Главное управление по жилищному и гражданскому строительству, так называемый главмозстрой. И в 1957 году в Москве был создан первый в мире прокатный стан для производства железобетонных конструкций. Конечно, с точки зрения строительных технологий, хрущевка – это существенный шаг вперед. С точки зрения решения бытовых проблем москвичей, хрущевка – это существенный шаг вперед. Люди выселились из таких страшных условий и были так рады и даже счастливы получить отдельную квартиру с отдельным краном, где идет вода, правда, тогда еще холодная, не всегда горячая. Что, в общем-то, трудно переоценить на сегодняшний день значение этих самых зданий, которые мы так ругаем сегодня. Ну и затем, если уж говорить о расширении территории Москвы, конечно же, нужно еще вспомнить о том, что, скажем, такой дом занимал места существенно меньше, чем одноэтажный с огородом, а небольшие огородики можно было за городом, в принципе, приобрести от предприятия всем желающим. И вырастить немного картошки себе на обед, в общем-то, этой радости никто, по большому счету, не лишался. В 1960 году границей Москвы становится Московская кольцевая автомобильная дорога. И, собственно, и на сегодняшний день в нашем сознании именно МКАД является границей города. Единственный момент, который отличает нашу сегодняшнюю эпоху от той эпохи, о которой мы говорим в лекции, это так называемое типовое строительство. Типовое строительство уже более высоких и более качественных зданий начинается в так называемую эпоху застоя. То есть в Брежневский период, и даже на этой иллюстрации вы видите, вот эти эпохи как бы соединяются. У нас здесь уже и девятиэтажный дом, и здесь мы видим также хрущевки. Конечно, новые дома, новые технологии строительные повышают уровень благосостояния трудящихся. Безусловно, это более просторные квартиры, безусловно, там повыше потолки, чем в хрущевских домах. Но, по сути, это, в общем-то, достаточно безликие здания, которые, тем не менее, помогали людям получить тот минимум бытовых удобств, который, скажем так, неизбалованный советский человек мог в те времена получить. Много копий сломано о том, что не давалось никакой возможности какие-то архитектурные изыски проявить. Возникали так или иначе статьи, там, скажем, в «Крокодиле», всякие фильетоны. Даже если мы с вами припомним горячо любимый нами фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», то здесь достаточно вспомнить, во-первых, основу сюжета, да, которая как раз говорит нам о всех бедствиях типового строительства, хотя все в результате закончилось хорошо. Но если мы припомним стартовый мультик этого фильма, то как раз увидим, что там ровно эта проблема и обсуждается. Можно ли сделать балкончик с вавилончиками или нельзя? На самом деле, всему этому есть объяснение, потому что балкончик с вавилончиками сделать было нельзя по причине выдерживания сроков строительства. Если государство хотело благодетельствовать гражданам и все-таки дать им лучшие условия для жизни, то государство должно было строить дома потоком. И, собственно, это и есть суть типового строительства. Достаточно любопытно, что в Брежневскую эпоху ведь был не один единственный тип дома, а их было несколько, и даже, как вы видите на иллюстрации, пробовали круглые дома строить, и даже были дома, где были, допустим, какие-то дополнительные бытовые помещения, или были башни, или были дома с лоджией через всю жилую площадь. Ну, то есть, в общем-то, пытались каким-то образом варьировать какие-то архитектурные детали. Но, тем не менее, конечно, город по окраинам выглядел несколько однообразно и уныло, и мы-то с вами это, конечно, понимаем. Тем не менее, общая площадь, построенная в Москве в 1974-75 году, построенного жилья, составляла 83% от всего жилого фонда в городе. То есть масштабы строительства, конечно, поражали воображение. Но опять здесь не забываем, что вопрос не только в том, чтобы улучшить условия жизни людей, но и в том, чтобы каким-то образом, ну, скажем, закрыть жилищную проблему для тех граждан, которые, в общем-то, устремились в Москву и хотели жить в Москве. Москва затягивала в тот момент достаточно большое количество трудовых ресурсов, и эти ресурсы необходимо было где-то размещать. При всем при том, именно в эту эпоху, скажем, появилось такое явление в нашем городе, как бывший Калининский проспект, ныне Новый Арбат, например, Останкинская башья и многие другие совершенно уникальные сооружения, которые, в общем-то, никоим образом не сковывали какие-то движения наших архитекторов и тоже являются памятниками архитектуры советской эпохи и вполне себе символами нашего города. Если все-таки попытаться сформулировать ответ на вопрос, оправдано ли расширение территории города за счет типового строительства, то, может быть, в таком узком смысле можно ответить на вопрос, нет, за счет типового строительства, наверное, не оправдано. И, возможно, рост нашего города действительно надо бы как-то ограничить, потому что он уже даже не мегаполис, а супер-мега-мегаполис. Тем не менее, если в той территории, которую на сегодняшний день занимает наш город, будет удобно, будет красиво, будет комфортно людям, которые являются жителями города, то, наверное, никаких проблем с этим не будет. Не будем во всем обвинять типовое строительство. На сегодняшний день это существенная часть нашего города и неотъемлемая его архитектурная деталь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова